Всем-всем доброго утра. Миша, он тебе снимает. Привет скажет? Я сзади скажу, я кушаю. Миша с утра завтракает. Я хожу календую от ноги. Почему? Я задралась. Я задралась уже эти колготки нафиаривать. Понимаю. А с вечера нельзя было найти подходящие? А я кофту ищу. Я его походу навешу. Возможно, Лиза собирается в школу. А что, кашляем? Я думала, что кашляет? Мама плохо реагирует на ваши вот эти вот. Таблеточку засохи от горла. Вон там лежит. Да. Миша не кашляет, Миша кушает. Умничка. А я уже покушала. Ты же покушала? В общем, веселая семейка собирается по разным учебным заведениям. Лиза в школу. Сегодня она без нас поедет. Вчера мы ее отвозили. Сегодня она не хочет с нами ехать, потому что ей потом к бабушке. Оп. Сейчас Мишик покушает, и мы будем собираться на выход. Да, Мишик? Миша будет одеваться. Надо бы Мишу уже вещи готовить. Провожаем Лизавету в школу. Провожаем тебя в школу? Я здесь хочу остаться. Надо пораньше лежочек ложиться. Видишь, как ты себя чувствуешь не очень. А с туфлями что не так? И туфли маленькие уже здесь дарят. Так надо купить другие. Другие надо купить. Сейчас придут денежки, пойдем купим. У бабушки еще бонусы есть, она с нами делится. А? А сейчас как? А сейчас возьми просто... Что, у нас другой обуви нету? Которая у периодик уплывается. А? Да, я не уверена, что эта обувь у меня маленькая. А вон тебе внизу, это Катина? Да. Все, нашли обувь. Теперь Лиза пойдет в этих ботиночках, которые я ей в прошлом году пыталась напялить. Красивые, кстати, ботиночки. Включи свет. Вот эти вот с бантиком. Я их себе вообще брала. Вот такие вот ботиночки. И теперь их будет Лиза носить, красивые. Ну, они малые, к сожалению. Я их протерла. Лиза у нас красавица. Все, удачи. Пока-пока. Целоваться будем? А я, по-моему, забыла. Запихнуть? Давай. Здесь у меня второй собирается. Точнее, не собирается. Без меня вообще никак. Наоборот. Это перед. Ага. Давай, собирайся. Традиция. Попить кофе с бабушкой. А еще я бабушкам чайничек привезла свой. Старый. Потому что он лучше, чем их старый. Потому что чайничек переходит по наследству. Теперь бабушки будут им пользоваться. Знаете, что делаю? Вот, кстати, как выглядят мои волосы, если я их с утра не помыла. Видите, что творится? Совсем некрасивая прическа. Но я сегодня, короче, не осилила с утра пораньше помыть голову. Поэтому решила, по вашему совету, не ходить с мокрой головой на улице. Феном. Вот мне написали, что типа я с мокрой головой хожу, это плохо. Я согласна. Феном сушить не вариант. У меня, во-первых, будет тогда дыбом стоять вся прическа. Ну, вот примерно вот так и будет. Я не умею феном укладывать. И фен у меня немножечко старый и без насадки. Вот. А во-вторых, короче, у Светы всегда нет времени на это. На сушку волос. Поэтому сегодня я решила не мыть голову и побыть вот такой вот грязноголовый. Ладно, сильно долго об этом рассказываю. Что хотела? Хотела ответить на вопрос Никиты. Никита спросил под видео, что сказали про ЕГЭ. Про ОГЭ, пардон. И так как, возможно, ребятам, которые тоже учатся, как Лиза и Катя, будет это полезно, я сейчас вам всем это озвучу в видео. Значит, что сказали про ОГЭ? Ну, во-первых, сказали, по математике сказали, что все дети не готовы, все дети ничего не знают. Но у нас учительница всегда так говорит, если честно. Ну, Катя говорит, молодец, Катя, это хорошо все. Ну, правильно, Катя с бабушкой занимается, поэтому, конечно, у Кати все хорошо. Вот. Сказали так. Математику сейчас они будут готовиться к ОГЭ, русские будут готовиться к ОГЭ. Объяснили, как готовиться. Но самая главная информация, которую я передала Кате, самое важное, это закончить год на хорошую оценку. Ну, то есть, допустим, на 4 или на 5. Тогда, даже если ты написал ОГЭ на трояк, у тебя все равно будет хорошая оценка. То есть, грубо говоря, если математика у нас за год 4, ОГЭ на 3, то будет 4. То есть, все силы надо пустить сейчас на подготовку к ОГЭ, то есть, подучивание всяких тем и материалов, и на то, чтобы год был закончен идеально. Чтобы, не дай бог, нигде тройка не пролетела, и даже намек на тройку не пролетел. Чтобы учителям не захотелось поставить тебе потом тройку. Ну, а тем, кто уходит из 9 класса, сказали, что при поступлении в колледж и училище важен средний балл аттестата, а не экзамены, какие они сдают. Поэтому два других экзамена по выбору надо выбрать те, которые попроще. Тем, кто идет в 10-11, надо выбрать экзамены те, которые им помогут при поступлении в ВУЗ. Ну, все, конечно, здорово, но в нашем случае это не работает. Мы выбираем то, что полезно, и то, что попроще, потому что Катя будет поступать на дизайн, там композиция, рисунок, русская математика. Русская математика в любом случае сдавать их и выбирать не надо, ну, а композиции, рисунка у нас нет, поэтому Катя учится в художке. Кстати, хорошо учится. Поскорее бы она уже вышла на учебу, вот, и продолжала, собственно, учиться. У нее хорошо получается. О, делаю я. Итак, я сейчас занимаюсь своей YouTube работой, то есть я занимаюсь съемкой котов. Я дала, ну, под тем видео, под которым обещала, ссылку на канал котиков. Кому интересно, сходите, подпишитесь, смотрите. Я вот так вот снимаю. Это тоже кому интересно, вдруг вы тоже снимаете, вдруг вам это полезно. Потому что, когда я подглядываю у других блогеров, как они там проектора выставили, как они снимают, мне это помогает. Поэтому буду тоже показывать, пусть вам тоже помогает. Вот, по-моему, вот совсем идеальный вариант для меня, это вот такое вот расположение прожекторов. Ну, я пока не уверена. Те видео, которые я вам говорила, что мне обалдеть, как нравится, на самом деле правая сторона была затемнена. Как здесь сейчас, вот выглядит все классно. Как будет, я увижу только на монтаже. В общем, снимаю котиков, сняла уже два видео, пытаюсь делать видео длинными, потому что это тоже важно. Это вот для тех, кто снимает, вам совет, делайте видео длинными, реально. Да, у вас, скорее всего, это не получается, вы не знаете, о чем долго снимать, но стремитесь к тому, чтобы делать видео длинными и когда-нибудь у вас получится, как и у меня. Ладно, ребят, сейчас Катюшка сделает чаек, вот я приготовила уже котикам еду, я такую большую миску ставлю, это на двух котов. Не пугайтесь, у меня коты не столько жрут, это на двух котов, вот, потому что видео должно быть длинным, соответственно, я снимаю двух котиков. Вот, Катюнчик здесь делает чай, ты делаешь, да, уже? И складывает себе покушать сейчас. Катя заберет еду, сделает чаек, попьем чайку и будем продолжать работу. Времени, между прочим, уже 11 часов. В 12.10 заканчивает Лиза, но она потом еще на пару часов пойдет к бабушке, поэтому у меня будет еще пару часов. То есть снимать и работать я могу только, когда никого, по сути, нет. О, кстати, чайничек, смотрите, чайничек, вот, все теперь аккуратненько держат, молодцы. Старый чайничек я увезла бабушкам, ну, а мы пользуемся новым, красивым и стараемся его не отбить. А то мама будет плакать и сердиться, да, доча? Я больше не отбила. Ты молодец, но тебе надо стараться его не сжечь. Катя, оказывается, тот чайник два раза сожгла, говорит, я два раза его сожгла. Как ты умудрилась? Второй раз уснула? Ну, зачиталась. Зачиталась? Да. Мне скучно было ждать, а что вы читать? Ну вот, не уходи далеко. Ну, сидела, читала, дочитала до конца. И думаю, я что-то забуду. Экономия чайных пакетиков. Деньги за вторым. Не, на самом деле, нам с тобой на две кружки вполне можно один тратить. Я это хочу снять. Нормально, нормально. Делай нам на двоих один. А то это, надо подэкономить финансовые средства. А, комбинезончик сделала. Осталось ей... Покажешь нам? Пока нет. Почему? Пока заклеивается. А, ну попозже тогда покажешь сразу. Я еще хочу... Кофточку ты зрителям не показывала? Ты рукава доделаешь и это? Вечером доделаю. Я вечером еще начну вторую куколки делать. Не только же, как мне нужно. Мы с Катей решили, что надо заказать еще маленькие пряжечки, маленькие застежечки для куколок. А то Катя ремень сделала, а пряжечку у нее сделать не получается. Она мне больше на два миллиметра получается. Я погуглила, оказывается, есть четырехмиллиметровые пряжечки для куколок. Ну правда, дождемся, сейчас зарплата придет какая-нибудь, и я тебе закажу. А то мы там навыбирали с Катей рублей, наверное, на 500. Такого цвета, сякого цвета. Ей, правда, надолго хватит, но заплатить-то надо сразу. Поэтому подождем зарплату. И все, погрела еду себе. Катя почти выздоровела, она уже почти даже не кашляет. Умничка. И еще хотела поделиться новостями про садик. Что я вам скажу? Все, у Мишки пропало уже такое дикое искреннее желание ходить в садик. Он понял, что в садике не только играют и развлекаются, и делают, что хотят. Там есть еще правило. Ну вот, например, правило спать. Ему очень нравится. Он с удовольствием ложится спать. Спит, потом заправляет кроватку. С едой он там так же вредничает, как и дома. Я-то надеялась, он с детьми будет есть. Он поначалу вроде ел. А сейчас он опять, короче, воспитательный. Говорит, там поклюет, тут поклюет. Вообще, говорит, чуть-чуть. И то, что, говорит, не нравится, он сразу отодвигает. И ни в какую, вообще, говорит, не уговорище. Я говорю, бесполезно. Не уговорите он. Он такой и есть. Вот. Ну и сейчас он с детьми не контактирует. Отходит, говорит, сидит, один на качельках качается. Ну, я надеюсь, что это пройдет. Завтра едем к остеопату. Ну, немочий рывок сделаем в лечении. Может быть, пройдет это все. Грустно, конечно. Но, в общем, вчера мы с ним разговаривали. Ты вчера истерику там закатил в саду. Одеваться не хотел. Он еще и одевается долго. Он все делает долго. Вот из-за того, что торможенное состояние у него немножечко. Он все делает очень долго. И дети уже оделись, ушли, а он еще делает. И ладно бы он потихоньку одевался и выходил. А он же внимание к себе привлекает и скандалить начинает. Ну, в общем, вчера оставила его без мультиков, без компьютера, без телефона на вечер. Он сначала расстроился, ругался со мной. Потом сказал, что ему стыдно и что он больше так не будет. Ну, посмотрим. Может и правда не будет. Ладно, чаек готов. Хватит болтать. Берем чаек, идем пить чаек, потом идем работать дальше. Короче, хотела снять видео во влог. Так, и Катя тут прибежала с мухой своей расстроенная. Я вымыла плиту. Поздравьте меня. Я ее, правда, не отдравила до конца, но вы уже видите, что она уже чище. И вот эту стеночку я отмыла. Да, это не видно. Это не видно, потому что надо отмывать внутри. Ну, ладно. Нижний эту штуку отмыла, пускай сохнет. Надо еще на разок помыть, но мне нужен еще один из элит. Поэтому отложим это до зарплаты. Ну, если я сейчас весь из элит и страчу, это будет не очень хорошо, правда же? Так, что еще? Что еще? Коты в отрубе после съемок. Смотрите, валяется. Им вообще ничего не надо. Прожектора надо сдвинуть, но сначала нужно конструктор Мишкину брать. Я просушиваю контейнер, который использовался как террариум. Я его помыла, и будет он теперь для конструктора. По поводу террариума. Возможно, многие из вас заметили, что террариум перестал освещаться, и черепашонок, собственно, исчез. Небольшая эта... Отвлечемся на Катю. Катя не может найти свою муху. Ну, садись, занимайся делом, найдется муха. Мухобойка наготовит. У тебя штора потихоньку отрывает. У тебя штора, да, утекает. Что за шторы? Так, давай мы с тобой, наверное, завтра. Сегодня я уже не осилю. У меня одна шторка там лежит. Завтра повесим вместе, тебя засунем наверх, а я тебя буду подстраховывать. Но меня опаснее. Только надо будет стол освободить. Завтра утром освободишь стол, мы с тобой повесим шторы. Я тебя научу, будешь сама вешать. Ладно, давай, занимайся, потом будешь муху убить. Да, я хочу полежать. Полежи. Короче, начала рассказывать. Долго получается, скажу вкратце. В один прекрасный момент Катюшка услышала грохот и заметила в террориуме кота. Собственно, кот там был, а черепашонка там не было. Куда делся? Я не знаю. То есть мы искали, мы пытались найти, не получилось. После того момента, когда черепашонок из террориума пропал, коты в террориуме больше лазить не стали. Он у меня стоял до сегодняшнего дня, стоял все еще с песком, рука не подымалась, скажем так, убрать. В общем, я-то думала, что коты лазают, пытаются нагадить в песочек. Ну, просто. А на самом деле, похоже. Они таким способом вышивали, что ли, черепаху из дома, я не знаю. И на фоне всего этого я подумала, думаю, рыбка-то тоже, помните, да? Я тоже воевала, чтобы Феликс не лез к рыбке. И в один прекрасный момент рыбка умерла. По непонятным причинам. Крышка была закрыта. У меня такое ощущение теперь сложилось, что здесь тоже лапу у коты приложили. Причем терроризировали черепаху. Три из них. Не все семь, а только трое. Феликс, тигра и блэки. Ну, то есть коты, именно коты. Что им надо было? Чем она им помешала? Я не знаю. И, похоже, тем же самым им помешала тогда рыбка. Когда, помните, я в аквариуме рыбка жила. И потом я рыбку не завела новую. Именно потому, что Феликс постоянно туда лез. Думаю, не буду в аквариум заново никого садить, потому что отгонять Феликса я тогда устала. Вот. Ну, получается, что товарищи коты желают быть единственными питомцами. Видимо, чтобы все внимание жратва и прочее было только им. Поэтому решено пока, кроме них, вообще никого не заводить. И общаться только с котами. Потому что они тупо не дают никого заводить. Вообще никого. Чем им помешала черепах? Я не знаю. Друзья, товарищи. Вечер. Почти 4 часа. Отправляемся сейчас с вами быстренько до светофора. Купим пару пачечек вафелек. К чаю. И потом едем за Мишкой, едем на занятия. Так, наверное, можно даже наушники снять. У нас сегодня тепло. 21 градус. Я вам даже покажу сейчас. Приехала в светофор. Смотрите, какого прикольного чвочка поставили. Не удержалась, чтобы не поснимать его. Вон. Стоит, зазывает. Почему не около дороги? Его видно только, когда сюда подъезжает. А около дороги его не видно. Разошел светофор. Надо пробежаться, посмотреть, нет ли корма. Похоже, нету. Нет, есть только влажный, как обычный, наполнитель. Господи, светофор. Но когда вы привезете Дарлинг? Лайк никуда не пропадает. Но мне он не нравится. И наполнитель не пропадает. А вот Дарлинг... О, смотрите, там какая-то газировочка новая, оранжевая. Сейчас мимоходом глянем. Just Orange. Подделка под фонтой типа. Я хочу глянуть еще мясо. О, яблоки привезли. Зеленые. Мясо, мясо, мясо. Говорили, что мясо привезли. Свинину. Сейчас поищем. Там нету мяса. Разобрали, наверное. Так, мне вот это надо. Две штучки берем. И бегом. Времени мало. Я наслаждаюсь сегодняшней погодой. Я не знаю, будет ли завтра такая хорошая погода. Где еще это. Ну, февральские окна могут быть в этом году такие же теплые. Но сейчас прямо кайф. Прямо после похолодания 21 градус. Прямо хорошо чувствуется. После жары 21 градус был дубоком. А сейчас, наоборот, тепло. Какие зверушки прикольные стоят у детей. Аж самой поиграть хочется. Мы зарулили с Мишей на площадку. Я его сегодня рано забрала. Приехали быстро. Почти что не одевались. Вообще время сэкономили. Вот видите, штаны серые. У них в садики ходят. Я говорю, иди в них. Во-первых, тепло на улице. Уже 23 градуса. А во-вторых, постирать их надо. Пока ездим в Краснодар, как раз высохнут. В общем, зарулили на площадку. Он и на площадке себя ведет так. Начал сторониться немножечко детей. Так что проблемка у нас, конечно, на фоне того, что с речью до сих пор проблема. И хоть вы и пишите в комментариях, что Миша лучше начал говорить. Да, лучше относительно того, как было. Но относительно сверстников, конечно, мы проигрываем. И он это чувствует. И меньше общаться стал. Ну, дай бог, завтра у нас будет новый толчок. Новое изменение. Пока что мы занимаемся спортом. Погодка хорошая. Вообще неплохая, да? Как раз для гуляния. Даже фонтан включили, смотрите. Даже фонтан работает. Все гуляют, народу много. Вот стоит такая стоечка с именами тех, кто герои, короче, Советского Союза в войне. Подойду потом, обратно пойдем. Подойду вам покажу. Мы же идем на занятия. Обещала стенд показать. Покажу. Ну, вдруг кому интересно. Долго не буду, у кого не восстанавливается. У нас времени мало уже. Вот. Видите? Про всяких летчиков. Ну, в общем, про всех героев. Даже есть это... Штрих-код какой-то. Как он называется? Такой ар-код. А, здесь был киоск с едой и напитками. А теперь здесь памятник. Киоск-то был с квасом, Миш. Уже все, лето закончилось. Какой квас? Летом опять будет киоск с едой и напитками. Только, Миш, не попить и ням-ням, а еда и напитки. Хорошо? Говори правильно. Старайся правильно говорить. Пойдем, сыночка, на занятия. Нам с тобой уже пора. Ребята, мы занимались. Ой, сейчас смотрела ролик такой. С историей одной из жизни. Американской истории. Аж прям это... Аж на слезу меня пробило там. Про мальчика, аутиста, которому исполнялось 6 лет. Они пригласили, ну это в Америке, поэтому на 6 лет он уже в школу ходит, естественно. И они пригласили на день рождения этого мальчика Глена весь класс, и никто не пришел. Они там приготовили праздник, и никто не пришел его поздравлять. Она написала на фейсбуке пост о том, что она очень расстроена, потому что ребенок начал спрашивать, где гости. И весь город фактически пришел на день рождения к этому ребенку. Включая пожарных, полицейских, и даже шериф на вертолете пролетел. Ну, я не знаю, насколько правдивая, но думаю, что в принципе может и правдивая история. У меня что-то аж на слезу пробило. Какая-то я сегодня сентиментальная. Мишка на площадке почти не контактировал с детьми. Это проблема не только в садике, теперь эта проблема у нас постоянная. Ой, капец. Ты куда пошел-то машина? Вон она. Вон она. Давай мне руку. Он повзрослел, и уже с маленькими мы общаться не можем. Уже с большими детками вроде как надо общаться. Большие его не понимают. Он расстраивается и не общается с ним. И Ева не понимает. А? И Ева. Ева не понимает? Да. Понимает тебя? Да. Ева тебя понимает? Коля и Ева? Да. Ева сегодня Миша сказала. Мишуля! Да? Коля и Еву дали. А Ева и Ева. Ну ты с Колей и дружи, ладно? Коля хороший? Мне нравится, Коля. Ой. Что-то у мамы. Тебе тоже нравится? Да. Ну дружи с Колей. Обязательно должен быть друг. Ты дружишь? Да. Ну хорошо. Ну завтра нас с тобой не будет, а в четверг играй с Колей. Сколько грузовиков, смотрите. На заправке мы. На заправку поехали. Приехала на Газпром. Всего на рубль. Разница. А у меня такое ощущение, ребята, что это. Короче, качественный здесь бензин. На дольше хватит. Вот в следующий раз, когда буду заправляться для поездок в Саню, сравним. Мне кажется, с Роснефти бензин махом улетает. 500 рублей, как будто, как говорится, это. Мне кажется, здесь дольше. Ну сейчас на полторы заправляюсь, на завтрашнюю поездку. А там посмотрим, расскажу вам. Короче, я не знаю, как в итоге получится, но мне кажется... Ага, я забыла эту штучку закрыть. Ага, сейчас, минутку. Забыла этот лючок закрыть. Саму пробку завинтила на бензобаке, а люк так и остался. Ну лючок этот, не знаю, как он называется правильно. Короче, я заправлялась в понедельник. Не в этот, в прошлый. На 500 рублей. Предполагаю, что мне хватит этих 500 рублей на поездки в сад обратно, в сад обратно, ну и в магазин там пару раз. На неделю. Мне на неделю не хватило. В пятницу мне пришлось... Короче, в пятницу у меня начал кончаться бензин. Я только в пятницу, что ли, в субботу заправлялась еще раз. Ну и думала, что заправилась, ну хоть до среды, грубо говоря, там до четверга хватит. А сегодня уже все, кончается бензин. Мне кажется, что нас дурят на Роснефти. Поэтому заправилась сейчас. Не стала рисковать на большую сумму, на большую поездку. Заправлюсь там и бензина не хватит. Вот будет прикольно-то. Поэтому заправилась на Газпроме. Единственный минус заправки на Газпроме. То, что оттуда налево вывернуть нельзя. И он как бы уже на трассе... О, кого-то сфоткали. Кого-то сфоткали. Тут камера на 70. Я видела, как вспышка сработала. Камера кого-то сфоткала. Кого-то штрафовали, короче. Вот. Нужно ехать до поворота на Светлогорку. И по-хорошему, если по правилам здесь разворачиваться, то тут тоже идет сплошная линия. И надо, короче, чесать достаточно далеко. А так как я не рискую здесь нарушать... Ну, всяко бывает. Могут быть и гаишники. Зачем нарываться, как говорится. Поэтому я сейчас буду долго-долго ехать до места разворота. Тут пораньше есть место разворота, но оно неудобное. Поэтому еду до дальнего места разворота. Получается большой круг. Ну, а чувак не боится штрафов, который сейчас обогнал. Вообще-то обгон тоже запрещен здесь. Но ему, видимо, сильно надо быстро. Он просто не знает, что я еду только до поворота. И удивляется. Чего это я тут не разгоняюсь до 100 км в час? А мне не надо 100 км в час. И мне скоро разворачиваться. Пока едем, немножечко поговорю. Расстраивает меня очень то, что появилась дополнительная сложность у Мишки в общении. Получается, что он, конечно, лучше начал разговаривать. Стало понятней. Но для детей, которые не в курсе нашей проблемы, он говорит непонятно. Ну и, конечно же, они как бы не рвутся расшифровывать, что мы говорим. Миша уже большой, он понимает, он это чувствует. И он старается с ними не общаться. То есть старается один поиграть. А мне грустно, что он старается один поиграть. Но вот вчера его весь вечер убеждало, что нужно... Он и в саду начал сторониться детей. Они все как бы лучше говорят. И не всегда. Не все, что он говорит, они могут сразу понять. Даже взрослые не могут сразу. И он начал сторониться. Воспитатель сказал, он... Еще когда воспитатель играет с ними, он идет в общие игры. А так просто с детьми не хочет идти играть. Качается на качелях. Вот. Я вчера весь вечер его убеждала. И Лиза мне помогала тоже. Убеждала его, что ему нужно обязательно друга завести. И вот у них мальчик есть, Коля. Он мне очень нравится. Я ему вчера весь вечер говорила, что надо с Колей дружить. И он сегодня... Миша с Колей играл. И рассказал мне о том, что он с Колей играл. Мы выслышали. Вот. Я очень рада, что он с Колей играл. Коля хороший мальчик. Вот. Но меня все равно это дело расстраивает. Периодически очень. Хочется, чтобы раз так и все. И все проблемы исчезли. А так не получается. Если, допустим, у Катюшки была проблема небольшая с речью. Но у нее была проблема с речью из-за того, что мы не досмотрели. И она... Сосательный рефлекс, короче, у нее был сильнее развит, чем жевательный. А мы вместо того, чтобы ее отучать активно и приучать жевать, да, мы... Ой, не дай бог, деточка не покушает. И мы ей даже шоколадки покупали специально, чтобы, ну, приучить ее жевать. Она их все равно сосала. По полшоколадки выкидывали. Это киндер-шоколад. Короче, идиотизм. Я даже блендер купила, помню. Потому что она не жевала никак. Так, я ей перемалывала еду, чтобы ей было удобно есть. Так делать нельзя. Если у вас ребенок так делает, не делайте так. Вот не делайте. Как-нибудь надо будет заснять видео про это, рассказать. Может, кому-то из молодых мамочек поможет. Вот. С Лизой у меня уже такой проблемы не было. Я уже там... Она у меня жевать стала сразу. И, кстати, говорила хорошо. Вот. Ну, и вот на фоне этого еще Катя пальцы сосала. Тоже матучки все никак не могли. На фоне этого она плохо выговаривала звуки. Но она разговаривала, просто плохо разговаривала. То есть у нее было стремление говорить. У нее не было этой проблемы изначально. Что она вообще молчала. Но надо было общаться с логопедом долго и упорно. Была еще проблема с тем, что... Ну, уже поведенческая тоже. Как говорится, мама ее... Ну, я, то есть, избаловала. Первый ребенок же. И она, как говорится, на шейке сидела и погоняла нами. Вот. Ну, мы это потом исправили, конечно. Но было такое. И она не хотела заниматься с логопедом. То есть мы ее водили к психологу-клогопеду. И не каждый мог с ней справиться. И мы с ней справились очень таким способом. Очень хитрым. Она капризничала, вредничала. Не хотела заниматься. Вот. И в один прекрасный момент устроила детскую истерику на занятие логопеда. И мы подговорили логопеда. Сейчас-то Катя уже знает. Логопед сказала, что она с ней заниматься больше не может. Вот. А так как, типа, место освободилось, то на место Кати пошла Лиза. Лиза тогда маленькая была, 4 года. Лиза была горда собой. Что? Ее взяли. Хотя она такая маленькая, еще рано. Вот. И Лиза пошла, и Катя из вредности пошла вместе с Лизой заниматься. Только чтобы Лиза не занималась одна. В итоге и Кате речь поправили. И Лизе тогда. Когда в 4 года мы ей так классно звуки поставили. Она говорила лучше всех в группе в садике. А Дила и гордилась этим. Вот. То есть с логопедом как бы мы уже общались, имели проблему такую. Исправляли. Но ту проблему мы сами создали. А здесь получается у него, кроме логопедической, еще есть проблема, которая мешает ему говорить. И мы никак не можем с ней справиться. Короче, я расстраиваюсь. Поддержите меня в комментариях. Напишите, что все будет хорошо. А знаете, почему я расстраиваюсь? Потому что с момента посещения остеопата прошло уже 2 месяца. И последний месяц, полмесяца точно, уже никакого прогресса нет. То есть прогресс останавливается. Первые месяцы вообще хорошо прогресс идет. А потом полмесяца все меньше, меньше, меньше. А потом прогресс останавливается. Плюс я еще устала от того, что мы болели долгое время, наверное. Все будет хорошо. Напишите мне, что все будет хорошо. Я знаю, вы можете. Вас у меня достаточно много. И вы меня очень хорошо умеете поддерживать. Вот. Буду благодарен. Как обычно, за поддержку. Все, мы едем домой. Пока с вами болтала, разговаривала. Мы с вами почти доехали. Уже поворачиваем на Ленина. Скоро будем дома. Мы дома. Наслаждаемся вафельками. Мишка, вкусно? А, мама вафельки купила. Миша любит вафельки. Да потому, что ты с Колей сегодня дружил. И вел себя хорошо. Тебя сегодня похвалили. Так что можешь пойти и видео посмотреть. Только сначала переоденься. Только сначала чай. Это не обсуждается. Вот так вот. Иди чаем вафли запивай. Иди. Катя тебе чай сделала. С молоком. Сейчас буду собираться на завтра. Мне надо еще не забыть печать и паспорт. Обязательно. Мне сейчас тоже дадут. Нет, мне уже дали чай. Видите? Чай. И... Сейчас дадут вафельки и бутерброды. Я крутая. Ну не на кровать же. Хорошо, сюда. Ну не на кровать же. А что третью не дала? Я толще вас. Давай. Помасьте. Помасьте. Хорошо. Давай маме три. Это на что был намек такой? На что? Ладно, спасибо. Вдруг ты еще четыре скажешь. Я знаю. Давайте бутеры. Что там Лиза бутеры так долго делает? Это не знаю. О, И, Э, О, Э. А еще как вы делали? По... Как там? Л, А, Л, О, Э, Э, Э. Давай еще. Ну так. Ну показывай, показывай. Мы на тебя смотрим. Что ты куда ушел? Э, О, Э, Э, Э. Это Миша нам показывает логарифм. Э, 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 Э. Э, 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 Э. Э, 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 Э. Это то, что мы делаем с ума. А еще у них слоги должны быть. А, 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 а. Это что было? А, а. Я подозреваю, что у него не все звуки пиза получаются правильно. Нет, но он один тоже звук. Один и тот же звук. Один и тот же звук? Да, да. Да? А воспитательница говорила еще там, по-по-по, лука. Папу и лу. Покажи полностью. Пу э-у 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 а-у а-у э-у 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 э у э-у 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 э. И что понравилось? Субтитры сделал DimaTorzok